Дон Пабло по-прежнему находится в городе Кона. Смотрите, вот орлы приехали. И думаете, что они вот это ждут? Мои охранники, они со мной везде, смотрите. Сидит Филипп с Мариком и наблюдает, чтобы с Доном Пабло никто его не тронул. Велосипеды. А то цыгане здесь много сидят. Видите, сколько цыганей? Они могут наши велосипеды потащить. А Филипп охраняет от них. Так, наши три велосипеда. Но дело не в этом. Репортаж будет о другом. Дон Пабло заказал себе шляпу, смотрите, в кастом. Представляете? Сделал, что его сделали ручное работа, представляете? И он сейчас будет, человек мне делает эту шляпу. Мы подождали. Смотрите, какой я делаю себе приятный подарок. Память о городе Кони. Вот этот человек занимается вот этими вещами. Он вяжет и делает всякие вот эти произведения искусства, я называю, из этих... Вот видите, там ветка у него лежит. Это с пальмы. И он берет эти листочки. Вот они. И делает из них красивые такие вот, смотрите, изделия ручной работы. И Дон Пабло не удержался и заказал себе шляпу. Смотрите, вот это делает он мне ручной работой шляпу. Вот эта красивая. Very nice. Вот так он занимается. Вот этот человек. Это его работа. И он так работает здесь на улице, в городе Кона. Делает всякие вот такие вот изделия. С листьев пальмы. И тут Дон Пабло заказал ему себе шляпу. Вот сейчас, смотрите. Какая она необычная, красивая. И повезет ее в свой любимый город. Вот так вот он делает эту шляпу. Лично для Дона Пабло вот это. Смотрите, как она красиво ее вяжет, да? Я думаю, что вы согласились, когда я сказал да. Молодец. Он профессионал. Он знает свою работу. Ну, а мы пока ждем, пока он довяжет, чтобы с ним рассчитаться, примерить этот Дон Пабло на голову и возрадоваться. А вот такой, значит, вечерний Кона. Смотрите, это происходит прямо на улице. Он это делает вот прямо на улице, каждый день практически. Его здесь встречаешь. Еще один попадался мне гаваец. Он тоже делает всяко-разные изделия с листьев пальмы. Но мне захотелось шляпу. Потому что Дон Пабло как бы любит шляпы так. И поэтому и хочет именно, чтобы ему досталась шляпа, так? то, что ребятушки со мной вот это сидят. И тут человек проходит, и я не боюсь, потому что со мной два охранника. Посмотрите, у них бицепсы вот это, трецепсы вот это, понимаете? Смотри, что он делает. А ну сделай так. Попугай гавайцев. Давай вот так. Вот так. Вот так их вот так. Чтобы они даже не думали ко мне приставать. Как и Дону Пабло, так? И попробует только меня тронуть, так? Смотри, Борогимушка, какой я смелый здесь, так? С такими ребятами. Ну вот так вот. Мы в ожидании, значит, шляпы. Сейчас Дон Пабло доделает шляпу. И все. И практически я готов уже к новому имиджу. Представляете, вот это? Уже вечереет, а Дон Пабло делает шляпу. Вот это. Продолжает ее делать. Красоту вот это. Наводить. Так что кто будет в городе Кона, вы можете привезти себе такую же шляпу, как и Дон Пабло сейчас себе купит. На заказ делал вот это. Представляете? Стал ричменом вот это. Дон Пабло. Работал. Заработал деньжища и теперь уже тратит, так? Я просто любитель шляп всяких разных. Вот это. И мне интересно привезти на память о Коне. Я уже думал, что привезти. А потом приметил, что человек делает шляпы, ручной работы. И мне захотелось. А сейчас я еще пройдусь туда и обратно. Покажу немножко вечернего Кона. Вернусь, и он уже может доделает. И тогда надо будет мерить эту шляпу. И Дон Пабло оденет ее с удовольствием. И тогда у меня будет уже новый имидж. Дон Пабло в шляпе из листьев, как говорится, пальмы. Представляете? Вот эта пальма, вот эта вот. И из нее он делает шляпы. Вот, смотрите. Берет ветку, разрезает ее как-то там по-своему. Он знает, он профессионал. И делает такие шляпы. А материала, я вам скажу, у него много здесь на Гавайях. Я вам скажу, что делает он недорого. Чтобы вы не подумали, что Дон Пабло теперь транжирит деньги. Разбрасывает налево-направо. Он делает ручной работы. И за эту шляпу он просит всего лишь 20 долларов. И 20 долларов США. Дон Пабло с удовольствием ему сейчас даст. А жизнь продолжается. Смотрите, как. О, а. Смотрите, здесь все танцуют. Здесь танцевал и Филипп с Мариком. Вы уже видели. Значит, я снимал репортаж. А сейчас уже другие туристы пришли. И теперь другие девочки уже танцуют. Все интересно. Желающие все-таки есть танцевать. Девчонки счастливые. Девчонки счастливые. Как она там, моя родимая шляпа? Готовая уже или как она вообще? Собирается уже быть готовая? Вот она вечерняя икона. Ездят машины. Ну вот вам красота какая. Смотрите, горят огни здесь всегда. Всякие разные магазинчики. Вы можете заходить сюда. Вот так. Вот это вам знакомое из видео. Вот так. А Дон Пабло идет, можно сказать, к своей шляпе. Уже темнеет. А ему хочется достать доллары США, расплатиться с человеком, одеть на голову вот эту шляпу, лишь бы она подошла размером. Вот это я переживаю, потому что Дон Пабло все-таки, не знаю даже, серьезно здоровый человек, когда-то, кажется, поместится на его голову вот эта шляпа, я не знаю даже вот это. Так что, мы будем стараться. Уже темнеет, видите, а он все делает. Найс. Вот, а он наводит вот эту красоту. Опять же, на фоне, смотрите, прямо на улице ездят машины. А этот человек делает, он Пабло, вашему, кажется, журналисту, запрещаемый его уже сколько репортажей, так, делает необычную шляпу, ручной работы. А здесь океан. Мои охранники сидят вот это так. В ожидании тоже шляпают это. Город оживает. Много людей ходят, смотрите как. Приятно, не жарко. Такой прохладненький бриз на Баде. И ждем шляпы, правильно, потому что как же. Я только боюсь, Фил, что-то смотрю, она на мою голову налезет или нет. Что-то она какая-то такая маленькая, какое-то смущение у Дана Пабло вот это. Зря он это не замерил. Размер головы, он что думает, куда я ее надену. Какое-то волнение меня берет это. Окей, ну, ну, правда. Не боитесь, папа. Ах, я не боюсь их, с такой охраной. Сейчас он что-то там запрещает мне снимать, что-то там. Но у меня, смотрите, Фил, покажи бицепсы мне. Шумные боятся с такой охраной, понимаешь? Я раньше бы запреживал, когда я один вот это. А сейчас мне вообще не страшно. Ну, вот так вот мы в ожидании, кажется, когда шляпа уже будет сделана. А шляпа делается. И поэтому Дон Пабло ждет ее так, пока временно, смотря на волны и на океан. Я с вами, в ожидании шляпы. Субтитр. Новый стиль. Новый вид. Спасибо большое. И так, я вечерним коном, шляпа моя закончена, я счастлив вот это, что я теперь имею новую шляпу на память. И мы будем продолжать путешествовать дальше. И Дон Пабло, как всегда, с вами. Вым она уже узнала по голосу. Но я теперь уже в новой шляпе. Смотрите на меня. Вот это новая шляпа, которая Дон Пабло теперь находится в городе Коне. Прямо сейчас, и сделали ее мне прямо на улице. Ручная работа. И спасибо этому человеку. Я с вами. До следующих репортажей. Ваш Дон Пабло. А шляпа делалась вот здесь. Делал ее вот этот человек. Дон Пабло. Я иду. Субтитры сделал DimaTorzok